Каждый рабочий день в Центре реабилитации для детей и подростков можно назвать Днём Добра. За год восстановительное лечение и профилактику в Центре проходит почти 450 ребят, около 80 из них жители соседних городов. На сегодня здесь занимаются 20 ребят с ограниченными возможностями от 3 до 18 лет. Мы очень радуемся успехам наших детей, которые занимают призовые и почетные места на спортивных соревнованиях. Очень гордимся вашими творческими работами, потому что действительно наши работы и детки наши являются и лауреатами, и дипломантами не только городских, областных, а еще и федеральных различных конкурсов. Так что это нас тоже очень радует. Поэтому к ближайшим новогодним праздникам мы с вами подходим с такими хорошими, замечательными заслугами. Дети, возможности которых считают ограниченными, порой оказываются намного сильнее некоторых взрослых. Они, как никто, умеют радоваться жизни и ценить каждый ее момент. Только вот случается так, что окружающие не всегда понимают таких людей. Виталию Афанасьеву диагноз аутизм поставили в 4 года. С рождения мальчика воспитывает бабушка, которой пришлось столкнуться со многими проблемами. Нас не понимают ни в автобусах, ни дети не воспринимают обычные. Как таково они же не разговаривают, эти дети, они в своем мире живут. Конечно, всякое было, очень тяжело, адаптировались. Я думаю, что не надо это не скрывать, не прятать детей. Вот как мы, допустим, я стараюсь везде где-то в кинотеатр сходить, где-то в театр сводить. Какие любые мероприятия, не надо этих детей стесняться или как-то там. Мы живем своей жизнью, обычной жизнью. Центр реабилитации Виталий Афанасьев посещает уже 8 лет. Бабушка замечает, за это время 12-летний мальчишка стал общительнее и уравновешеннее. Во многом прогресс у таких необычных детей появляется благодаря лечению, занятию с педагогами, психологами и помощи предпринимателей. В этом году при их поддержке в Центре реабилитации появилось лечебное оборудование на сумму более 200 тысяч рублей. Это и новая беговая дорожка и современные аппараты. Биоптрон, который повышает иммунитет и оказывает противовоспалительное действие при помощи светотерапии. И Милта для лазеротерапии нервных окончаний. В День Добра ребята поблагодарили всех, кто не остался в стороне от их недетских проблем.